Священник Артемий Ведерников У меня супруга родом с Архангельской епархии, и поэтому, когда у меня появилось много родственников, и я ездил туда, мне очень понравился северный народ, понравился своей нерастраченной русскостью и истиной. Это простота, искренность в общении. Интересно, что почти в любом городе в центре, остановив любого человека, спросив, ну, допустим, где ближайшая аптека, можно с ним разговориться на полчаса. И, видя, что нет воскресных школ, зачастую проповеди в храмах вообще не произносятся, видя, что люди ничего не читают, и в лавках даже нет литературы. Все это преисполнило меня желанием служить там. С каким проблемой вы столкнулись, когда приехали в епархию? Люди мало читают, действительно мало знают о сути православия. И, к сожалению, в основном составляют люди старшего поколения. Это бабушки, людей среднего возраста и молодежи очень мало в храме. А люди старшего возраста, хотя и даже из церковных семей, но в основном придерживаются православия как традиции, а не как христианство, не как сути жизни. У людей превалируют обрядовые отношения, религиозные. То есть придерживаются традиции. Вот я русский, поэтому хожу в храм. Вот надо и споется причащаться, я это делаю. А зачем и почему, мало кто может ответить на этот вопрос. Не могли бы вы рассказать о своем поле деятельности? Чем вы сейчас занимаетесь в основном, на что делаете упор? Были созданы воскресные школы сразу же для детей, чуть позже для взрослых. Эти воскресные школы оказались очень востребованными людям, ходящим в храм в протяжении многих лет. Им не хватает и вне богослужебного общения, им не хватает и углубленного изучения своей веры. Ведь что такое воскресная школа? Это не просто учебное заведение, она формирует приход. Люди помимо занятий встречаются со священником и в неформальной обстановке. Это праздничные трапезы, опять в каждых классах свои. Это заговенья, рождественские, пасхальные, престольные трапезы. Опять это и социальная деятельность. Где еще искать волонтеров? Можно сам вон объявлять. Люди постесняются прийти. Действительно, кто-то придет. Но если это воскресная школа, когда всех людей священник уже знает полностью. У кого какое образование, у кого какие таланты. Здесь можно предложить уже конкретный проект конкретным людям. И люди более охотно идут уже на это. Потому что через занятия они получают воодушевление в своей вере. Они сознают, что это храм их, что именно они составляют общину. Привыкли обычно, что по храму дежурят бабушки. Две-три. Которые и полы моют, и которых и боится невоцерковленная часть города. Что именно они будут на них шикать, прогонять, делать им замечания в виде каких-то неправильности. У нас этот вопрос был решен тем, что дежурство по храму было организовано из учащихся воскресной школы для взрослых. Которых было довольно значительное количество. Поэтому люди вполне даже среднего возраста и молодежь находили время для дежурства. Потому что если они дежурят половину дня утром или вечером раз в две недели по заранее согласованному графику. Это для них сложности не представляет. Опять же, они читают и молитвенные правила. Они уже получив какие-то начатки духовного, богословского образования в воскресной школе. Они уже в состоянии отвечать на вопросы захожан. И это людям и самим дает больше ответственности в отношении веры своей. Опять же, получали отклики от маловоцерковленных людей самые положительные. Кто редко ходил в храм, были очень удивлены, видя, что молодежь дежурит по храму. Православие это не бабушки-платочки, это не какой-то архаизм, а это действительная жизнь. Что если там есть и молодежь, и люди среднего возраста, то это их затронуло. Может быть, это и меня тоже касается. Прочитав несколько статьй в интернете, я увидел, что вы проводите рождественские елки. Но многие воскресные школы занимаются представлениями на Рождество и на Пасху. Спектакль — это праздник для детей. Прежде всего для самих детей. Дети же на всю жизнь запомнят, как они ставили сюжет Рождества, поклонение волхвов. Или спектакль, который они готовили, репетиции все. Это сплачивает и детей как коллектив. Они между собой уже находят лучшее общение. И это поможет им и в дальнейшем, когда они будут уже взрослыми, стать частью общины церковной, сохранять общение друг с другом. Многие пришли в воскресную школу только ради этих праздников. Побывав у нас, увидев рождественскую постановку или пасхальную, приходили в воскресную школу и с нетерпением ждут всегда. С начала нового учебного года всегда спрашивают, когда же мы начнем к Рождеству готовиться. А на Пасху у нас что будет? Скажите, кроме воскресной школы, вы затрагиваете какие-то другие места, например, места лишения свободы? Может, есть какие-то православные братства у вас в епархии, занятия в школах с учителями? Ну, какая-то другая деятельность, не только касающаяся воскресной школы? Конечно же, священника зовут везде сейчас. И даже если кто-то хочет отсидеться, не получится. Во всех местах лишения свободы священники осуществляют свою пасторскую деятельность. Это и крещение массовое, это и оглашение, это и визиты с беседами или с праздничными проповедями. Занимается этим тюремное дело и романах Даниил Плотников, такой у нас священник молодой, очень активный, ответственен за это служение. С учителями мы контакты наладили очень хорошие через РАНО. Проводятся ежемесячные у нас занятия пока с учителями-словесниками, преподавателями русской литературы по христианским истокам русской литературы. Учителя понимают, что у них пробел в их светском образовании. Они преподают литературу, которую нельзя вырвать из контекста христианства, иначе это означает лишить себя понимания всей литературы. И поэтому они попросили сами об этом курсе. И историки уже также просили, чтобы с ними подобные встречи проводились. Семинары определенные проведены были, общие лекции. Но как это систематическое сотрудничество будет осуществляться, пока не ясно. В связи с введением УПК, все также знают об этом, со следующего года он будет введен в 4-5 классах по полгода. И здесь также совместно с епархией обсуждаются курсы повышения квалификации для учителей. Но также вы спросили о братстве. Недавно, да, действительно, в Архангельской епархии было организовано православное братство. Это произошло буквально, ну, где-то около месяца назад. Работу братства планируют осуществлять по четырем основным направлениям. Это секция православное образование. Вот эти деятельные миряне предлагают свою помощь в епархии в создании структуры православных садов, гимназии, училища, семинарии. Далее секция по строительству собора кафедрального, который в течение года буквально уже от нулевого цикла уже дошел до третьего этажа. Далее секция военно-патриотического воспитания молодежи. Уже эта секция будет, не заменяя собой, конечно же, работу молодежного отдела епархии, будет помогать ему в создании патриотических клубов молодежи. Уже некоторые созданы. Будем координировать их работу. Вот и братство будет епархии в этом помогать. И секция еще социального служения, один из первейших проектов которого уже совместно и с Министерством здравоохранения уже есть договоренности. Это помощь молодым матерям, попавшим в трудной ситуации. Вот этот проект уже начинает свою работу. Я слышал о некоторых интернет-проектах, созданных в вашей епархии. Не могли бы вы их осветить? Во-первых, это освещение деятельности епархии новостное, которое имеет большое значение. Потому что тот же сайт епархии Архангельской или Метрополии уже сейчас, в месяц десятки тысяч людей просматривают. И опять же, рубрики вопросов-ответов, они очень востребованы, постоянно идут вопросы. Опять же, на сайтах храмов люди, кто задают вопросы-то эти, люди малоцерковные, и для них имеет это значение. У которых нет практики посещения храма, которые боятся подойти к священнику. И многие знают, и не секрет, что сейчас на улицах-то мало вербуют сектанты. Да, они могут, конечно, еще обходить по домам, но используя те же соцсети, сектанты сейчас собирают сотни людей на свои сборища. И в основном это как раз молодежь, кто у нас в соцсетях в основном находится. И у них это работает очень хорошо. Мы этот момент упустили в свое время, и поэтому сейчас церковь несколько маргинальна в интернете может выглядеть. Но опять же, ВКонтакте открылась страница в нашей епархии, где мы используем опыт. Мы не сами придумали, во многих епархиях уже это есть. Это обсуждения какие-то инициируются. Рубрики «Батюшка онлайн» — это уже, можно сказать, бренд такой. Ряд священнослужителей регулярно просматривает эту страницу и отвечает на вопросы, которые тут же публикуются через сеть ВКонтакте. Соответственно, чем больше священников привлечено к этому проекту, тем быстрее может ответ на вопрос выходить. Поэтому мы сейчас заинтересованы к привлечению священников, к этим обсуждениям. Опять же, священники инициируют другие темы. Число подписчиков растет постоянно. Далее, видя священника онлайн, зачастую не стесняются задать вопрос в этих рубриках. Присылают личные вопросы. И людям, для людей это имеет большое значение. Диза Артемий, вы говорили о сектах. Какая ситуация с сектанством в Архангельской области? Ситуация весьма плачевная. Плачевная, потому что особенно в районных центрах, во многих, где, к сожалению, священники живут, как будто ничего не происходит у нас в церкви. То есть, как будто до сих пор у нас времена советские. Вот там сектанты, поняв это, что деятельности нет никакой, сами развернулись очень широко. То есть, люди что они имеют? Они имеют вне богослужебные встречи, религиозные, посвященные разбору, писанию, где люди в неформальной постановке друг с другом общаются. И это людям нравится. В церкви подобного ничего не видят. В итоге мы имеем ситуацию плачевную. В том смысле, что в некоторых городах община свидетелей Иеговы, пятидесятников, баптистов, больше православной общины даже. Здесь мы видим, прежде всего, значит, цели и задачи. Создать альтернативу этим соблазнам. Прежде всего, оздоровить церковную жизнь. То есть, люди должны иметь возможность углублять свою веру в воскресной школе, которая опять, помимо суммы знаний, дает им возможность реализации деятельности социальной. Далее, священники не должны бояться идти в школы. Даже выпускники зачастую семинарий разных, и провинциальных, и московской, не знают, с чем им в школу идти. Как строить разговор вообще с маленькими детьми, как с детьми постарше. Как строить разговор им со студенческой аудиторией. То есть, эти миссионерские моменты, к сожалению, у нас плохо проработаны в духовных школах. То есть, технологии вообще нет. Каждый уже на своем опыте вынужден это отрабатывать. Но это неизбежно. Если священник не пойдет и не будет говорить, это место займут сектанты. Где вот в тюрьмах священники не стали в 90-х годах работать. Там сейчас капелланами, баптисты, которые каждую неделю там проводят встречи и проповедуют. Поэтому, если мы не пойдем, сектанты везде уже, где только есть. Они себя выдают за православных. Человек этого не понимает сразу. А потом уже поздно что-то менять, когда он уже влился в эту общину. Как вы думаете, существует ли проблема упадка православной культуры и отношение к ней центральной России по сравнению с окраинами? Я с вами согласен. Проблема, проблема это существует. Если будем говорить о церковной жизни в центральных епархиях, то, конечно, в основном все поставлено. Уже все структуры созданы. Должности тоже. Школы существуют. Училища, семинарии. Народ в основном уже свое мнение о церкви сформировал. Если мы будем говорить о провинции, то этот процесс там замедлился по сравнению с центром. Если здесь начинали в начале 90-х возрождение православия, то до окраин этот процесс шел дольше. В частности, архангельская епархия. Не секрет, что в основном образованные священнослужители все в Москве сосредоточены, в Петербурге, в других городах, где есть духовные школы, где большое количество населения. В провинции образованных священнослужителей очень мало вообще, имеющих очное хотя бы образование. Поэтому, конечно, люди не могут в полной мере слышать Слово Божие. Те начинания, которые здесь проводятся, воскресные школы, огласительные беседы, это все в глубинке только начинает возникать. И поэтому молодой выпускник духовной школы именно там может найти широкое поле деятельности. Потому что то, чему учили, в чем воспитывали, это все в применении на практике, как раз именно в глубинке, на окраинах, в провинции наиболее востребовано. Спасибо, отец Артемий, за столь содержательную беседу.